я пока обедал смотрю этот как раз освобождается шинка наша как бы мне уже дальше прислали но раз здесь освободила сейчас мы уже здесь туда все дела закончим после этого уже спокойно поедем пойдем разговоры разговаривать 13 градусов на солнышке вообще теплой все мы с тягачем закончили сейчас разворачиваюсь ставлю ему сюда прицеп подгоняют прицепу прицеп там краше убрал так гоня ему прицеп и занимаемся прицепным ну что сказать по этой резине но я потом все покажу уже когда все сделаем отъеду она конечно уже только она у нас прошла мы и поставили на 170 тысяч она прошла почти 200000 мало мало считаю что мало для тягачевской резины мало ну по моим таким я думаю скромным предположением она пройдет еще 1010 15 потом ее надо нарезать если допустим европу на ней ехать и тут так хотелось бы чтоб по максимуму лето еще на ней поездить все пойду запаску снимать пойдем еще чуть-чуть поработает разомнемся физически все как сказал шиномонтажник занимались я говорю занимайся тебе за это деньги платят тем более запаски я снимал ставил сам переоделся каждому объяснять для чего все это я делаю одуреешь ну все вот она запаска вот она это уже никакое колесо на хорошем диске вот это наша запаска вот это которая стояла с той стороны не знаю сколько она пройдет ну 1010 должно отходить может больше но вряд ли больше может 10 может под 20 так еще хочу а я хочу взять шуточку взять водичку ой чушь сам себе здесь диск то хороший просто он грязный чуть-чуть хотя бы сполоснем ну и вот которая была запаска колесо ну тут диск так себе ну это он в любом случае это колесо пойдет на запаску потому что то которое сейчас лежит и запаски там диск хороший она в любом случае три колеса дают с дисками здесь хочу так хоть чуть-чуть может щеточкой тирануть чуть-чуть посимпатичнее было здесь-то так хороший новый лак новый нормальный так вот снаружи вот это действительно занимаюсь все поехали переодеваемся все мы дела сделали останется сейчас заехать заправиться заехать отблю залить на вас паскам и ехать можно какие тут ручки текут везде махалина аж к молвы что-нибудь человеческим голосом надо это что вода кого-то питьевая резко испарилась чисто для питья и салфетки влажные закончились пришлось вот пятерочку на пять минут заскочить я работал домой свободе плюс 12 снег еще он видится но тут в этих в низинках царе какие что-то бизинки короче еще не весь сошел по средней полосе тут снегу то увалило зимой то добро все больше вроде как остановок до заправки не планируется салфеток много уходит этот постоянно полик этот треш который вот этот мороженое купил сейчас побалуем себя любимого не столько любимого но побалуем чё думаю ради одной воды салфеток заходить но как-то не солидно потому на бугре он ведь еще и снега то уже и нету правильно на возвышенности практически нет все тает все тает я уже настоящая весна 10 градусов тепла 11 сейчас красота а этот доктор обгонял который впереди меня и короче от все мои мойки уже практически ничего не осталось уже так уже такие не идеально чистые но мойка то было как бы ради того чтобы соль отмыть в основном нужно идеально чистым тут быть все равно никак никак не получится невозможно не выдержал саратовский понесся наверно выдержал где-нибудь моего этот дыр 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 потом обгоним уже кузнецкий район как бы скоро то и кузнецк все уже домик совсем покосился никого там нет домики и сарайчики о видите как так как красавчик давай тарахте не спеша электролаборатория старые такие с усами с понятием понеслись мы дальше вот мы добрались до смены часовых поясов я нас к область сейчас начнется полюсады им добавляем не того у нас уже сейчас не 3 часа дня а сколько правильно 4 даже телефоны показывают 4 часа 44 сколько отсюда 1 сутка до сызрани до 180 до тольятти их раз-то еще раз-то еще много-много раз а нам поспорим где нас время ужина застанет пока заправимся туда-сюда тоже считать почти час времени уйдет канистрами тоже надо залить только-то залить канистра 8 65 процентов показывает 20-ку в бак в бачок канистра 8 с собой закинул 7-8 вот и официально ульяновская бурня только а танк тут стоял или мы уже танк проехали? Может быть там, где-то есть был, располнаю, может, дальше. Поехали заправляться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 охренеть тут машина эти учета там смотрите разлетались на вертолетов ого какие-то у них тут тоже полеты строим строим это ладно восприятие какая кальяне хрен на себе что так вот и видел а у его 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 и все нужно сразу же выключить мы еще один четвертый лицей вот этого коллегу наверно она мог погнать пока да спасибо устой как не страшнее зверя на дороге дачу пустой камаз это не я сказал мы еще один он еще один летит там еще один ого сколько их там они там только по взлетают что ли его мою там в небе штук 10 просто вам не видно один овощи так низко низко летит плане собрались то на ночь глядя он видится а тут полигон какой-то в создании да получается я и не знал но не серьезная тусовка здесь сейчас обгонит нас меж там ограничения нету ограничитель не стоит под 90 как раз должен прямо над нами он один пошел чаще должен прямо над нами должен вылезть интерес колейка наверно километра под три было короче они он что-то тут круги какие-то нарезают вон они кружат здесь на этих вертолетов наверно какие-то у них здесь тренировки взятого мая рано еще вроде а может не работает давайте подскажем не было никого я вот думаю что наверно все таки надо выключить рацию пока здесь этот участок проешь голова пухнет на пятерочку я тебя принимаю нормально прям хорошо четко запринимаю тебя ну а не вон друг за дружкой круги нарезают поедем тишине ну ладно парни летайте чё хороших вам полетов и мы полицей теделка заправляются до и фнк господи вот эта заправка бренд бренд а и фнк какой-то у нас жигулевская г.с по люку сзади поднимаем здесь натаскали чего-то белого белого какого-то цемента русские дрожили у гулевская г.с здрасте сама г.с вот она там-то плотина дальше именно вот с турбины все дела вот они вот здесь дай сюда возвращался здесь еще вот тут не было льда а дальше все было во льду сейчас уже все я вас умоляю рация здесь да я только включил я включу сразу же выключу включу сразу же выключу невозможно дальше пошла плотина что там сейчас лед есть нет на волге нету уже смотрите тут вообще ничего нету нету льда нету по-моему там и с той стороны нет с той стороны наверное еще есть непонятнее не с той стороны есть на жигулевском водохранилище как раз у нас закат там у нас запад видите вон шарик прячется как раз словили четко картину заката красиво ну вы смотрите туда я буду смотреть на дорогу потому что тут можно приехать не туда куда надо не-не-не там еще лед стоит там такого течения нету как тут плюс здесь сброс воды идет вода в любом случае горячая ну я имею в виду горячая ну теплее после переработки турбинами хотя здесь вон еще тут от берега тоже лед еще есть вот дальше здесь эти токи шлюзы как они тут правильно называется для транспортировки кораблей рыбаков нету уже наверное на люк нельзя выходить опасно тепло такое стоит конечно обгон грузовикам разрешили молодцы и здесь можно обгонять тоже такие да краны мощные мощные понятно поднять такую хрень и опустить там такое давление воды вообще не знает гениальнейшее сооружение хватило шукаута мозга придумать средства для была построена первая гс бобрами вот еще от берега и лед уже какой тут лед так плавающий велкам в Тольятти здрасте как на рельсах как на рельсах Копылова Копылова в Тольятти у меня подожмет сегодня траска подрезал так подрезал на вас паском что пришлось до полной остановки не вот же эти токи шлюзы вот они там это просто там наверное для спуска воды а вот это вот уже для транспортировки корабликов точно а тот это просто наверно там воду там спустить поднять там туда-сюда лишнее там мало-много один воин или проглажить где бишь цветы тут понял поедем внутрь или тут останемся поехали вот он водовоз опять водичку поставляет а здесь у них стоянка короче если больше часа постоял 160 рублей он меня ждал чтобы вместе заехать где это возможно затем через 80 метров поверните на него чтобы можно было покушать мы с коллегой на часик и поедем покушать ну вот кто только что заезжал которым ну мы в курсе ну вот сюда вот встанем говорит больше часа простоится больше часа простоите с вас горит 160 рублей представляется офигеть боже ну мы сейчас ходим по быструхе поужинаем и разъедемся Димка на Ульяновск ну а я дальше еще в сторону Уфы поеду это как бы вот короче не по прямой на Уфу поехал немножко съехал в сторону Ульяновска ну чтобы с ним встретиться на следующем полоте на Уфу о водовоз сейчас мы пойдем посмотрим что он там за водичку прет носочки только надену боссому 3 градуса тепла уже не есть хорошо выскакивать на улицу ах киноцвали водовоз и этот Владимирский тебя уже дядька надо обзывать водовоз Владимирский здорова геноцвали привет пойдем пошли покажешь этот свой что ты там везешь такой потом пойдем кушать а то нас обелетят на 160 рублей тогда мы точно не будем ночевать да у тебя там свет зажигается? да а что гирлянда не горит? гирлянда один только фонарик остался и все задний да и сзади как-то у тебя все печально с габаритами ах Hahaha ох какой большой а седата нету я я свет кончился а потом загорелся да это он такой вот большой ладно сейчас как не знаю видно чудо конца на весь прицеп получается ого дай водички приходит не болтает его я думаю что в камеру там нифига не видно поэтому пошли смотри он сегодня везде отказывается папа ладно скрывать короче понятно ладно пошли мы ужинать да пойдем в столовую ел тут я и скачу пошли уже сходим ладно вольво красотка ну все погнали мы разъезжаемся пока тут еще вон смотрите у меня на лобовике видно вам не видно сезон открыл двух зверей завалил каких-то два птеродакцеля прилетела примена дать здесь ну так себе насчет покушать я бы сказал что никак один куточки все пошел на ульяновск нормально горит завтра выгрузят в субботу водовоз ну а мы погнали время местное уже 9 короче наверное еще часик проеду да и хорош на сегодня прямо сейчас вот мы тут совсем чуть-чуть вон где фонарики светятся там мы сейчас на им 5 выйдем и покатим в сторону уфы пока за 216 это добавлен ского кольца но это получается еще километров 200 и километров 200 часа три ходу время девять павлинское кольцо приеду ну я думаю наверно не стоит часочек проедем тут до минвод местных организации понимать окрасу обращаем тут минеральные источники минводы называют место сухотол тут или как там поселок городок километров 80 наверное может 70 80 вот сегодня пройдем да и все хорош что завтра пораньше выйдем так прямо уфа завтра нам уже не надо будет надеюсь не мойки но мойка точно нет никаких шиномонтажей ничего сильно время царят не будем ты подрядились эту водичку таскать они туда йогурт и тащат лану д в основном отсюда откуда тоже с подмосковья на постоянке работают туда йогурт там потом монгол приезжает забирает этот йогурт и уже в монголию русскую самую монголию таскал бы я не говорит не хочу горит монголи приезжает монголы забирают они уже потом вот уже вторым рейсом подряд видите водичку вот таки его я никогда не верил я думал вот это что пишут там вода из такого-то источника там то все айду бред сивый кобыл из-под крана налили да и все написать можно все что угодно нет оказывается ну во всяком случае вот сводкой там байкал или как там еще на с ней это все точно так и есть вот сергей вск сергей вск 66 километров вот наверно до него доедем хорош на сегодня я вот подъезжал к этому сюда уже к стоянке к этой ляп что-то в стекло думаю мою ну смотрю ни хрена себе два птеродакция пролетела какие-то короче уже начинаются потихоньку жучки паучки зверинец в общем-то отходит к финалу сегодняшний наш день довольно насыщенный на события тут и мне моргаешь я включу дальний тебе будет плохо видно совсем 2 стоянку проебал единственное что тут наверно неподорожные сети ближайшие дорожные сети тут еще сотка верст то нет никакого желания сегодня уже ехать эти сто верст запели уже спать поехали на этой стоянке и ночевал если конечно здесь места есть она большая там дальше 2 есть но есть тут места в общем все поехали мы отдыхать автостоянка югра а спросим есть дорожные сети нету а у подорожные же говорю нет дорожные да подорожные да отдохнуть предложим нет спасибо спать 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 хорошо я тогда зимой тут был я тут на ближней стоял ой тут добуксовались тогда а нет я тут как-то и летом ночевал когда тут моряки ехали вот эта вся ближняя стоянка которая вот сейчас слева все было моряками заставлено место полно это хорошо я так понимаю тут ехали сюда ну да место полно отлично стоянка асфальтированная все швартуемся и на сегодня хорошо не будем коллегу слепить парковаться так все как все все с